Добрый день, дорогие друзья! Прошу извинения за перерыв, который был вынужден на прошлой неделе. Ну, а сегодня с вами снова я, Смирнова Мария Валентиновна, логопед-дефектолог, нейропсихолог. Я хочу вызвать вас на дуэль. Спросить о какой дуэли идет речь. Конечно, дуэль интеллектуальная. Потому что в моих руках прекрасная новая игра. Игра это так и называется. Куб-дуэль. Но о ней я скажу чуть-чуть позже. Дело в том, что для того, чтобы играть в эту игру, а на этой игре стоит маркировочка 10+. Нужно, конечно, подготовиться. Для этого мы подготавливаем ребенка. Ну и сами, конечно же, подготавливаемся к восприятию этой игры, к возможности играть в эту игру на протяжении всего дошкольного детства. 10+, 10 лет. Это уже абсолютно осознанный ребенок. Ребенок взрослый человек, который, конечно же, умеет играть, умеет сам себя занимать, умеет делать выводы и может решить, нравится ему эта игра или игра ему не очень нравится. Ну, а я хочу представить вам свое видение, как, возможно, подготовиться к вот такой интеллектуальной дуэли. Ну, наверное, я начну с тех игр, которые всем уже давным-давно полюбились. Это игры, которые мы предлагаем детям совсем в раннем возрасте. Ну, например, эта игра, очень мной горячо любимая, эта игра, которая называется «Застенчивый кролик». Я сейчас напомню вам ее. Я не буду подробно о ней рассказывать и показывать. Но, тем не менее, давайте еще разочек я все-таки достану эту игру. Почему? Потому что эта игра – суть головоломка. Ну, головоломка для совсем маленьких деток. Давайте еще разочек, потому что хочу вам сказать, что несмотря на то, что я веду прямые эфиры с играми, игрушками Бонди Бон уже больше года, все-таки есть такие люди, которые не знают еще этих игр. И вот для них мой рассказ. Итак, игра, которая называется «Застенчивый кролик» – это игра, которая подготавливает деток к тому, чтобы они могли в 10 лет, там, может быть, кто-то и раньше, вступить в интеллектуальную дуэль с достойным соперником. Давайте мы с вами вспомним еще раз эту замечательную игру. Посмотрите, пожалуйста, объемные детали. И в той игре, которую я показала в самом начале, тоже есть объемные детали. Посмотрите, они совпадающих цветов. Объемные детали. Вот такой квадратик с круглым отверстием. Посмотрите, пожалуйста, арочка. Вот такая замечательная круг, извините меня, куб, в котором есть два отверстия круглой формы и два отверстия в форме звезды. Ну и, собственно говоря, сам застенчивый кролик, который будет от нас с вами прятаться. А зачем он будет прятаться? Для того, чтобы научить маленьких совсем деток, а игра рассчитана на деток от двух лет, научить их восприятию пространства. И не только в плоскостном изображении, но и объем. Нам нужно с вами научить деток объем. Для этого мы, конечно же, рассматриваем и ощупываем каждую детальку, проговариваем, что это арочка. Можно поставить ее и так, и на бочок. И смотрим, пальчиками проводим какие отверстия, да, и рассматриваем, и смотрим, если можно так сказать, ручками ощупываем кролика. А потом смотрим и пытаемся выполнить задание. Заданий здесь много. Их 60. Посмотрите, они упакованы. Выглядят вот таким вот образом. Это задания простые. Хотя не такое уж оно простое. Это задание под номером 9. Как же мы будем его выполнять? Посмотрите, пожалуйста. Кролик не смотрит на нас глазками, а повернулся спинкой. И нужно поставить этого кролика таким образом, чтобы кролик оказался от вас с левой стороны и от меня с правой стороны. Вот так, как нарисовано вот на этой картиночке. То есть ребеночку нужно поставить вот таким образом, глядя на картинку. Задания, конечно же, исходя из основного принципа педагогики, усложняются. И ребенку нужно сообразить, как же все это сделать. Но давайте посмотрим это простое задание. Задание номер 19. Опять попадается у нас вот эта деталька желтого цвета, деталька красного цвета. Давайте посмотрим. Поставить ее нужно не арочкой на зрителя, а вот так. И зайка или кролик у нас встает вот таким образом. Я всегда говорю о том, что подобные игры являются не только логическими играми, но и играми для развития речи. Потому что это не что иное, как предлоги. И мы с вами не забываем говорить о том, что зайка у нас или кролик стоит у нас на красной детальке. Или в данном случае будет выглядывать из, будет выглядывать лежа на боку из вот этого куба, как задание номер 30. Давайте попробуем его, это задание, выполнить. Да? Вот таким вот образом мы с вами сделаем. И положим... Так, так, так. Нет, вот таким образом. И положим зайка, кролика, который будет выглядывать. Да? Вот так. А как нам так сделать-то? Посмотрите, пожалуйста. Он выглядывает. Да? И, наверное, нужно, чтобы здесь еще каким-то образом была какая-то подставочка. Значит, что-то сзади нужно еще подставить, чтобы кролику было удобно лежать. Вот и мне так кажется. Я так думаю. Давайте посмотрим задание потруднее. Вот, например, задание номер 55. Что же нам нужно сделать? Посмотрите, пожалуйста. Отверстие. Вставляем мы вот таким вот образом, чтобы было. И кролик, который смотрит на нас вот только вот таким образом. Да? Согласитесь, что для ребенка двухлетнего, наверное, сложновато. Но если мы с вами последовательно показываем эти игры, проигрываем, объясняем, и тогда все задания выполняются уже достаточно просто. Ну, я напомнила эту игру, которую большинство уже знает очень хорошо. А сейчас я хочу показать еще одну игру, вспомнить одну из моих любимых игр, и не только в моих любимых, любимых детками, потому что всегда вызывает большое оживление в зале та игра, которую я сейчас буду вам напоминать. Эта игра, я думаю, что вы уже догадались, это игра, которая называется Красная шапочка. Казалось бы, в этой игре нет деталей вот таких, которые будут нас фигурировать в конце. Нет объемных деталей, но зато есть, сейчас посмотрим, у меня тут еще и книжечка лежит, специально для того, чтобы можно было вспомнить сказку. В моей интерпретации сказка всегда заканчивается хорошо, ничего страшного нет, потому что несколько раз я сталкивалась с тем, что как только дело доходит до каких-то не очень приятных моментов, дети начинают плакать, и приходится изменять содержание сказки в более какое-то гуманное. Ну, а сейчас, конечно, речь идет не о сказке, а о том, как играть в эту игру. Давайте посмотрим, что у нас есть. Давайте вспомним еще раз, что же это за замечательная такая игра всеми горячо любимая. Посмотрите, пожалуйста, в этой игре есть дорожки, которые приведут нас, а дорожки эти, хоть они плоскостные, но все-таки в них есть некий объем, некий простор для того, чтобы ребенок мог ручками потрогать и увидеть, что вот эта дорожка, по которой будет бежать красная шапочка или волк, имеет некое углубление, что поможет ребенку. Мы сначала для самых маленьких деток, а игра рассчитана на возраст от 4 до 7 лет, я ее предлагаю начинаю с 3 лет, потому что детки уже понимают, как пробежать по дорожке. Если мы положим дорожки вот таким вот образом, и ребеночек пробежит пальчиком, ну пробежит не в буквальном смысле, пробежит, потрогает эту дорожку, то ему будет понятно направление движения сверху вниз и уходим мы в правую сторону. А здесь мы можем поставить домик, например, да, вот такой, чтобы был вход в этот домик. А потом по дорожке побежит конечно всеми любимая красная шапочка или побежит за ней волк, а может быть они побегут по отдельности. Посмотрите, пожалуйста, красная шапочка очень приятная на ощупь, волк очень приятный на ощупь, из резины сделана, очень хорошо узнаваемая. Посмотрите, пожалуйста, красная шапочка по дорожке, по которой сначала ребеночек провел пальчиком, бежит и попадает в домик. Ну, это вольная интерпретация, а, конечно, в этой коробочке есть книжка, как во всех играх Smart Games, в которой даются задания. Это логическая игра, кроме задачи развития логики, еще ставится задача развития пространственного восприятия на плоскости. Да, мы говорим про плоскость, и видим здесь задание первое. Задание вот такое. Обращаю ваше внимание на то, что с одной стороны книжечки предлагается только поиграть с красной шапочкой, а с другой стороны не только с красной шапочкой, но и с волком. И здесь в игре и появляется волк. Давайте рассмотрим красную шапочку и мы говорим о том, что красную шапочку мы поставим, если я буду говорить о расположении по отношению к себе в правом верхнем углу. Ну, а от вас это будет левый верхний угол. Потом нужно поставить домик. Домик поставим, да, и поставим еще елочки, потому что в этой игре есть елочки. Посмотрите, пожалуйста, очень хорошо узнаваемые елочки. даже если дать ребеночку пока еще не видят, просто потрогать пальчиками, то безошибочно даже двухлетние детки елочку все-таки узнают. Мы поставим елочки и красной шапочке нужно пробежать из вот этого положения в домик. Мы выберем дорожку, это не подходит, эта дорожка не подходит, вот эта дорожка тоже не подходит, а вот эта красная шапочка побежала уже без дорожки, а вот эта дорожка подойдет и красная шапочка по ней благополучно побежит. Сейчас я вновь присоединившимся напомню о том, что я рассказываю о тех играх, которые будут подготавливать интеллектуальную дуэль. Игру, о которой я буду говорить в самом конце игра называется Куб Дуэль, новинка от Бонди Бон, новая игра рассчитана на двоих, ну, а головоломка рассчитана на одного человека. Надо признать, что с ребятами мы, как правило, не играем по одному, играем, конечно, вдвоем, втроем, потому что всегда, как правило, нужна помощь друга, и этот самый друг с помощью слов, не отталкивая никого, рассказывает, куда, что лучше поставить. Вот такое сотрудничество, такую помощь я всегда у ребят поощряю, потому что это не медвежья услуга, это помощь, это умение проговорить словами направление движения, умение проговорить словами местоположение какой-то детали, ну, и, конечно же, это помощь, особенно, если речь идет о детках старших и младших. Ну, а я еще раз напомню с благодарностью к создателям этой игры об игре Красная Шапочка, хорошо себя зарекомендовавшей, гречок всеми любимый, ну, и, наверное, уже, сказать, назвать ее старой, но по сравнению с тем, что вы увидите чуть-чуть позже, конечно же, игра уже такая, видавшая виды, но от этого не ставшая менее любимой. Ну, а я сейчас буду показывать вам еще одну игру. Мы с вами хорошо знаем вариант большой смарт-тачки, хотя слово смарт говорит о том, что должна быть какая-то маленькая тачка, в данном случае, машинка. Ну, а вот этот вот подарочный, на мой взгляд, вариант, вариант более сложный, но с детальками, которые будут сейчас напоминать нашу интеллектуальную дуэль. Ну, посмотрите, пожалуйста, что же мы с вами тут видим. Посмотрите, пожалуйста, будем сравнивать, да, вот эти детальки. Вот они, эти детальки. Посмотрите, пожалуйста, очень даже похоже, да, и по размеру. Но это из игры смарт-тачка, а вот это из будущей игры, которую я буду показывать, куб-дуэль игры для двоих. Как же мы подготавливаем ребенка к восприятию более сложных игр, в том числе, играя вот в эти игры. Напомню, что в маленькой смарт-тачке, так же, как и в большой, мы должны разложить четыре варианта деталей. Раскладываем их согласно инструкции. Каким образом? Задание номер один. Мы выставляем тачку или машинку так, чтобы она смотрела в нужную нам сторону. И смотрим и видим, что вот здесь, посмотрите, пожалуйста, виднеется зеленая деталька. Значит, нужно ее положить вот таким вот образом. Положить ее нужно вот так. Далее мы видим в поле нашего зрения деталька голубого цвета. Должна она быть вот так. Ну, а потом мы видим детальку желтого цвета. Посмотрите, пожалуйста, желтый квадратик такой нам виден, если мы смотрим сбоку. А куда же денется у нас деталька красная? Значит, нужно ее положить таким образом, чтобы она была не видна зрителю, а видна она была только если мы немножко повернем. Вот такой вариант маленький, компактный вариант подарочной смарт-тачки. Правда, смарт-тачка в большом варианте рассчитана на деток от 4 до от 4 лет, так лучше скажем. То есть здесь маркировочка идет 6 плюс и соответствует, потому что все-таки немножко посложнее вот эта игра у нас с вами будет. Но я еще раз позволю себе сказать о том, что очень приятные на ощупь детали. Можно поиграть, попросить ребенка объяснить, сколько кубиков в составе вот этой детальки. И ребеночек будет считать 1 кубик, 2 кубика, 3 кубика. Сколько кубиков в составе вот этой детали? Посмотрите, пожалуйста. Можно посчитать глядя, а можно посчитать, закрыв глазки, попросить посчитать 5, сравнить. Посмотрите, пожалуйста, одинаковые детальки. И вот эта деталька тоже похожая такой же самой формы. Красная, зеленая и желтая одинаковые детали с одинаковым количеством кубиков в составе. Это и облегчит и усложнит игру. Но, тем не менее, мы вот таким образом, играя в игру, которая называется смарт-тачка, мы подготавливаем ребенка к восприятию более сложных игр, к восприятию трехмерного изображения, трехмерного пространства, для того, чтобы можно было потом играть в игры более сложные. Но для чего все это нужно, скажете вы? Конечно, для того, чтобы потом просто было воспринимать такие школьные предметы, как геометрия, как физика, как химия, биология, потому что не имея возможности представить пространство, наверное, эти предметы будут достаточно сложны. А ведь многие дети, вот сейчас, как это выясняется, очень хотят быть дизайнерами. Модная сейчас профессия, безусловно, она очень интересная, но без умения просматривать перспективу, без умения видеть внутри какие-то детали, конечно, эта профессия будет не очень доступна. Поэтому мы готовимся к ней с детства. Но профессия действительно очень интересная, творческая и, конечно, сейчас востребованная. Наверное, эта профессия одна из профессий будущего. Ну, а я положу детали смарт-тачки вот сюда положила вольным положением и убираю смарт-тачки, потому что сейчас я хочу уже подойти к тем играм, ради которых сегодня мы с вами встретились. Итак, речь идет об игре, которая называется Куб Дуэль. Это новинка. Smart Games от компании Бонди Бонн. И рассчитана она на детей от 10 лет. Ну, мы с вами прекрасно знаем, что все дети разные и, безусловно, для кого-то и в 15 лет, наверное, это будет сложно, а для кого-то можно предложить и в 8. Ну, давайте будем рассматривать всю эту историю, из чего состоит эта игра. она состоит из двух деталей к подставке. Ставим мы вот таким вот образом и выставляем так, 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 вот так вот мы выставляем так, чтобы было хорошо все видно. Вот именно сюда, вот в эту подставочку будут выкладываться детали детали по очереди. Давайте посмотрим, сколько же этих деталей. Детали двух цветов, цвета желтого и цвета красного, они абсолютно одинаковые по форме. И опять мы можем поиграть, положить эти детали в мешочек и попросить достань ту деталь, не глядя, которая состоит из четырех квадратов. Можно достать вот эти детали, можно посмотрите, пожалуйста, достать вот такие детальки, потому что они же тоже состоят из, извините, не из квадратов, из кубиков, конечно, это кубы состоят из четырех кубиков. Посмотрите, пожалуйста, и ведь вот в этой тоже детали четыре кубика, да, четыре кубика, так, видишь, еще такая же, желтенькая, Вот такие одинаковые детальки. Четыре кубика на ощупь ребенку нужно определить, сколько. И постараться, ну, во всяком случае, я буду просить объяснить, каким образом расположены кубики в этой детали. Посмотрите, пожалуйста, вот еще две детальки. Да, вот они абсолютно идентичны. Одна желтая, другая красная. Еще две одинаковых. Еще две, там где четыре штучки. И еще, так-так-так, где же она? Да, вот так. И вот так. Ну, а я думаю, что самые внимательные обратили внимание на то, что абсолютно все детали, которые я вам сейчас показывала, состоят из четырех маленьких кубиков. Детали, сейчас я посчитаю, два, четыре, шесть, восемь, восемь желтых и восемь деталей красных. То есть всего шестнадцать деталей. Как же мы сейчас будем играть? Смысл заключается в том, чтобы обыграть соперника, не противника, к слову какое-то, да, не очень приятное, а соперника. Соперника достойного по уровню, да? А как мы это будем делать? Каждый из игроков по очереди кладет деталь таким образом, чтобы она не выходила за границы подставочки. Ну, давайте попробуем поиграть. Я буду класть деталь, наверное, вот такую. Положу вот такую деталь красного цвета. Буду играть, конечно же, за двоих игроков, за двух игроков сразу. Я положу желтую деталь. Естественно, что игроки, соперники вольны класть, имеют право раскладывать детали так, как они хотят. Не обязательно делать зеркальный ход, а раскладываются детали так, как захочет, собственно говоря, сам игрок. Ну, давайте я положу вот таким вот образом. С любой стороны кладется деталь. И попробуем сделать, наверное, может быть, вот таким образом. Нет, это я сложно зашла. Попробую положить так. Вот так. Теперь играет игрок желтый. Что же ему остается? Нет, посмотрите, пожалуйста, видите? Выходит за границы, значит, не подходит эта деталька. Значит, можно положить только вот таким вот образом. Теперь очередь игрока красного цвета. Я положу вот так за соперника. Соответственно, теперь играет желтый игрок. Попробуем сделать вот таким образом. Красному ничего не остается, как только положить. Вот так. Ну, а я хочу вам сказать, что всегда, конечно, лучше выбирать соперника достойного, более сильного. Потому что от таких игроков есть чему поучиться. Для того, чтобы играть вот в эту игру, конечно, нужно терпение. Нужно умение просчитывать ходы за себя и за того парня. За другого человека. Потому что иначе ничего, конечно же, не получится. Так, желтый игрок играет. Давайте попробуем. Попробуем это сделать. Так, вот сделаем. Нет, не получается. Видите, получилось отверстие. Вот так. Ну и посмотрите, пожалуйста. Мне не удалось. Наверное, это состояние будет называться ничья. Потому что положить больше деталей невозможно. Значит, в этой ситуации игроки разбирают свои детали и начинается игра основа. Я считаю, что вот такие игры, игры на двоих, которые требуют максимальной концентрации внимания, умение просматривать перспективу, умение крутить детали не только в руках, но и представлять себе, как они будут ложиться вот в такой куб, это, конечно же, дорогого стоит. И мы с вами, взрослые люди, прежде чем что-то кому-то предлагать, конечно же, должны проиграть сами. Это тоже один из основных педагогических принципов. Потому что эксперименты на ком бы то ни было, все-таки не приветствуются. И как бы не хороша была игра, сначала проигрывает взрослый человек, а потом уже предлагает ребенку для того, чтобы не было никаких неприятностей. Мы с вами знаем такие ситуации, когда у ребенка не получается, есть желание все бросить. Многие бросают, с плачем куда-то убегают. Это нежелательный исход игры, потому что любая игра все-таки должна приносить удовлетворение. И эмоциональное удовлетворение, и приносить интеллектуальную какую-то, безусловно, пользу. Ибо, согласитесь, что ради этого мы, в общем-то, и вот такие игры с вами приобретаем для детей, а создатели разрабатывают, потому что в противном случае никому это не нужно. Давайте еще разочек посмотрим на принцип этой игры. По очереди игроки выкладывают детали разной конфигурации. Я обращаю ваше внимание еще раз на то, что мы в этом возрасте и в более раннем возрасте произносим сложные слова для того, чтобы ребенок потом мог эти слова узнать в каком-то контексте, в речевом потоке. Вот в данном случае слово «конфигурация». По очереди соперники выкладывают детали разной конфигурации в предложенный прозрачный куб таким образом, чтобы этот куб был полностью заполнен. Ну, давайте я попробую еще разочек это все-таки сделать. Вот таким образом. Очень надеюсь, что мне это удастся. Ну, а если это мне не удастся, то, как вы понимаете, ничего, как всегда, не потеряно. И все для того, чтобы чему-то научиться, нужно прежде всего учиться, а не бросать на полпути, как есть у многих такое искушение. Ну, давайте посмотрим. Четыре детали. Сейчас попробую-ка я сделать вот таким образом. Другой вариант опробировать. Посмотрим. Хочу вам сказать, что все-таки мы живем в прекрасное время. Тогда, когда у нас с вами есть много-много всяческих возможностей. Это была неудачная мысль. Есть много разных возможностей для того, чтобы развивать свой собственный интеллект и интеллект наших детей. Потому что такого, конечно, обилия всевозможных игр, ну, наверное, давно не было. Да, согласитесь со мной. Так, что же у меня тут получается? Получается у меня на самом деле не очень хорошо, потому что... Потому что опять... У тебя нет. Да. Вот видите, получаются вот эти пустоты, а деталь у меня осталась вот такая. Ну, что ж. Значит, есть куда мне стремиться, куда расти. И я с большим удовольствием, как я это часто очень делаю, играю в такие игры. Одна, когда пока никто не видел. Чтобы никто, конечно, не отнимал ничего у меня. И у меня это частенько получается. Но сейчас нет, не получилось. Итак, игра называется Куб Дуэль. А еще в качестве бонуса в этой игре есть игра для одного человека. Не для двоих, а для одного. И как она выглядит. Посмотрите, пожалуйста. Играет уже один игрок. И что мы... Извините. Громко получилось немножко. Сначала нужно выложить на подставочку вот таким образом по заданию детали. Указаны детали красного цвета. Абсолютно логично. Потому что они абсолютно идентичны. Можете, конечно, выкладывать какие угодно. Но поскольку, как мы с вами уже посчитали, они одинаковые. И здесь смысл в том, чтобы найти именно конфигурацию, а не цвет. Мы выкладываем эти детали, а дальше уже самостоятельно выкладываем так, чтобы получился вот этот самый куб. Игра на одного игрока. И прекрасно это все тоже получается. Ну, я думаю, что всегда интересно играть с кем-то. Хотя, для того, чтобы играть с кем-то, нужно потренироваться, играть одному, чтобы выиграть. Ну, во всяком случае, я всегда так делаю. Ну что ж, а я сейчас уберу эту игру. Хочу вам сказать, что будучи уже абсолютно взрослым человеком, я никогда не люблю тоже проигрывать. Как-то очень не хочется. Даже если передо мной маленький ребенок, все-таки я себя заставляю, чтобы немножечко спуститься на уровень ребенка и учесть то, что ребенок не играет столько лет, сколько играю я. Конечно же, не сыграть под давки, конечно, нет. Быть достойным соперником ребенку таким образом, чтобы ребенок мог почувствовать свою победу, заслуженную победу. Ну, а я сейчас хочу вам показать упаковочку, потому что я уже игру вытащила из этой упаковки. Игра эта напоминает предыдущую. На ней единственное, что стоит маркировка 12+. Если кто-то сейчас скажет мне, что 12-летние дети не играют в такие игры, я с вами, извините, не соглашусь. Потому что дети остаются детьми очень даже долго. И вот в такие игры, ну, не в эти, потому что это новинки абсолютные, я очень часто играю со взрослыми людьми, уже совсем взрослыми людьми, с теми, которых называют уже бабушками и дедушками. Играю в подобные игры, играют они, нужно сказать, с большим удовольствием. Ну, а игра называется «Зигзаг» и представляет она из себя, наверное, модификацию, а может быть, и какую-то новую разработку, но с похожими деталями. Давайте посмотрим. Есть подставка двусторонняя. Посмотрите, пожалуйста, вот такая подставочка, треугольничек. С другой стороны такие вот углубления, ну, кому что напоминающие. Вот мне напомнило почему-то дно бассейна. Я не знаю почему. Что мы будем делать? А еще мне напомнило игру из серии IQ. IQ, помните, была такая игра, которую называл «Спутник гения». Там нужно было выложить не только на плоскости, но и пирамидку мы выкладывали из деталей. К сожалению, ее под руками нет, но я думаю, что тот, кто владеет этими играми и знает их, эту игру сразу по моему описанию вспомнит. Ну, а в этой игре, посмотрите, пожалуйста, маленького формата, судя по подставочке. Давайте сравним детальки, да. Это куб дуэль. А вот это игра «Зигзаг». Видите, по размеру, конечно, меньше, но и компактнее, потому что все это потом упаковывается очень-очень хорошо, и можно взять с собой в дорогу точно так же, как вот эту вот смарт-тачку. А детальки здесь еще меньше. Давайте вот сравним со смарт-тачкой. Вот они. Вот видите, еще меньше. Ну, что же мы будем сейчас делать с этой игрой? В этой игре есть книжечки. Но прежде чем показывать книжечки, давайте посчитаем, что у нас тут есть из деталей. Так, детальки разного цвета. Оранжевые. Вот здесь уже количество кубиков разное. Посмотрите, пожалуйста, опять на ощупь я буду просить деток посчитать. Один, два, три, четыре, пять, пять кубиков. Здесь четыре кубика в составе этой детали. Четыре. А вот здесь еще есть два кубика, на мой взгляд, одинаковых по цвету. Но, наверное, все-таки создатели игры предполагали, что цвета будут, видимо, все-таки разные, судя по картинкам. Одинаковые конфигурации. И вот посмотрите, пожалуйста, тоже интересная конфигурация. Что же мы делаем с этим? Мы открываем любую книжечку. Давайте откроем, наверное, книжечку, в которой нам сразу станет понятно, что мы будем играть вот на этой стороне. И нужно выкладывать детальки. Нужно выкладывать детальки. Но я заранее прошу извинения. У меня почему-то в моем комплекте, хотя я открывала на столе, не образовалась вот детальки белого цвета. Не знаю почему, но, наверное, это какое-то недоразумение. Давайте попробуем, наверное. Нет, все-таки без нее нам не обойтись. Но я думаю, что вы сможете понять, что я сейчас буду делать. Нужно вот в эти углубления положить детальки. Таким образом, чтобы они легли. И мы смотрели на все это дело сверху. Сверху, посмотрите, пожалуйста, вот сейчас я сразу допускаю ошибку, потому что вот она деталька. Видны только два кубика. А у меня получается, что видны три кубика. Значит, я должна подумать каким-то другим образом. Давайте посмотрим. Наверное, вот так. Скорее всего, что, наверное, будет правильнее. Или нет? Нет? Неправильно? Конечно, нет. Давайте посмотрим еще раз. Давайте начнем тогда с другой стороны. Вот желтый. И я положу вот таким вот образом. Будет видно, да? Посмотрите, пожалуйста. Видны грани трех кубиков. Над желтым видны грани оранжевого цвета. Я буду сейчас все это дело складывать. Что же мне дает вся эта история? Ничего она мне не дает. Потому что я не могу сообразить, как это сделать. Собственно говоря. Ничего не дает мне эта история. Потому что у меня не получается. Посмотрите, пожалуйста. Вот так не совсем верно. Значит, нужно, наверное, подумать еще. Я положу вот так. Я думаю, что вы понимаете, в чем проблема. Проблема заключается в том, что нужно подложить еще один ряд. Получается, что мы видим только верхнюю часть. А нижней части мы с вами не видим. Значит, ее нужно продумать, как эту нижнюю часть положить. Положить вот эти детальки так, чтобы видно было только верхнюю часть. Посмотрите, пожалуйста. Вот так. Значит, что-то должно быть еще находиться внизу. Или положить вот так. Попробуем сделать, да? Все это дело выкладывается внизу. И, да, вот так вот. И оранжевая, наверное, еще будет вот так. Нет, все-таки я была на правильном пути. И посмотрите, пожалуйста, выкладывается так. Цвет зеленый. Цвет зеленый. И мы с вами сейчас понимаем, где он должен находиться, этот зеленый цвет. Он должен находиться где-то вот, наверное, вот таким образом. Цвет синий выкладывается. Я выкладываю его. И вот у меня что получается. Я думаю, что совпадает, а? Ну, а теперь я все-таки, наверное, ошиблась. Потому что неправильно я сказала вам, не посмотрев. Посмотрите, пожалуйста. Наиболее внимательные, конечно же, мне подскажут. Дело в том, что здесь нарисован белый цвет, а конфигурация вот этой зеленой детали. Ну, ничего страшного в этом нет. Я думаю, что разобраться 12-летнему ребенку не так сложно, точно так же, как и нам с вами, взрослым людям. То есть, по ходу действия мы понимаем, что вместо детали белого цвета у нас просто деталька, состоящая из трех кубиков светло-зеленого цвета. Я думаю, что ничего страшного, так бывает. Главное понять это вовремя. Ну, а мы складываем. Первый уровень я попыталась сложить. У меня это не совсем получилось. Я, наверное, не буду уже злоупотреблять вашим временем. Доделаю это чуть-чуть позже. А вам буду показывать, что будет происходить дальше. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста. Что мы здесь видим? Посмотрите, пожалуйста. Я думаю, что понятно будет, о чем идет речь. Там белых деталей здесь нет. Точно так же, как и на месте зеленой детали авторами по замыслу разработчиков этой игры. Игры предполагалось, что будет положена какая-то деталь. В данном случае это деталь светло-зеленого цвета. Значит, мы с вами должны прийти к выводу о том, что там, где в книжечке обозначены детали белого цвета, это какие-то детали. Мы не знаем, какие. Их нужно положить, смотря и думая, что же у нас получится. Посмотрите, пожалуйста, следующий уровень. И здесь уже совсем-совсем все непросто. Я не хочу говорить слово «сложно», потому что, все-таки согласитесь, по семантике, по восприятию слово «сложно» и «непросто». Немножко имеют разные оттенки. Вот не просто более мягко. А «сложно» уже не очень хочется играть дальше. Вот когда мы с вами общаемся с детками, как уже понятно, я думаю, многим, очень важно подбирать слова так, чтобы не отбить желание играть. Так, чтобы детям было приятно одержать победу, может быть, где-то даже победу над собой, преодолеть сложности, преодолеть трудности. Но к этому нам с вами, взрослым людям, деток, конечно, нужно подводить, в том числе и подбирая очень деликатно слова, так, чтобы вдохновлять, а не отбивать или не обрезать крылья, для того, чтобы самая сложная игра, а игры, так уж, если честно сказать, достаточно сложны, не казались детям сложными. Так, чтобы дети могли, даже если это уже взрослые дети, да, вот как рассчитана эта игра на 12-летних ребят, чтобы эти игры давали возможность детям думать, уметь решать сложные задачи, уметь искать выход из сложной ситуации, а не бежать за помощью кому бы то ни было. Хотя мы с вами, конечно, взрослые люди, с большим удовольствием всегда помогаем. Но, тем не менее, вот эти игры, они рассчитаны на то, чтобы достойные соперники всегда играли самостоятельно, без помощи, так, чтобы дети или взрослые, ну, я имею в виду игроки, приходили к собственному выводу без какой-то посторонней помощи. Именно ради этого все эти игры, на мой взгляд, и сделаны так, чтобы научить деток учиться, научить принимать сложные решения и, соответственно, отстаивать свою позицию. Ну, а давайте мы с вами посмотрим вот эту вторую книжечку. И точно так же, как мы уже с вами пришли к выводу, белая деталь – это то самое, что нужно подумать и что положить вместо какой-то детальки, да, подумать нужно. Посмотрим, что же там у нас происходит дальше. Вот окончание самого простого уровня и начало следующей картинок. Ну, и в конце, посмотрите, пожалуйста, все в белом цвете, а это значит, что нужно продумать, как и что положить. На мой взгляд, игра, конечно, очень достойная. В самолете, в поезде, на досуге, вместо вот этой вот крутюшки телефона, совершенно никому не нужной, вот такая игра предпочтительна. Я думаю, что взрослые люди, те, кто думает о будущем своих детей, они со мной согласятся, потому что мы с вами знаем, что в сегодняшних гаджетах, против которых я очень усиленно выступаю, больше плохого, нежели хорошего. Это и порча зрения, безусловно, это и невозможность принимать решения и повлиять на ситуацию, в отличие от вот таких игр, когда можно остановиться, все сделать по-другому, таким образом, чтобы получить уже правильный результат. В этом ценность этих игр. Ценность этих игр еще в воспитании характера, потому что, согласитесь, если что-то не получается, если ты делаешь еще раз, еще раз, еще раз, то обязательно когда-то получится. и когда мы с вами знакомимся с историями великих открытий, когда мы с вами читаем биографии великих людей, я думаю, что каждый из нас понимает, что все есть великий труд, что ничего не бывает просто так, что если ты потрудился, то, безусловно, ты получил какой-то результат, а результаты можно достичь только путем работы, работы в том числе над собой. А для детей, о которых мы с вами говорим, ради которых мы работаем, ради которых мы с вами взрослые люди живем, игровая деятельность это, конечно, ведущая, если мы предлагаем в качестве интеллектуальной работы, в качестве приятного времени препровождения вот такие игры, то честь нам с вами и хвала. А если предлагаем только бездумное просматривание телефонных каких-то игр, то, наверное, это не очень правильно. Ну, на этом я с вами прощаюсь, я еще раз хочу показать игру, которая называется Зигзаг, новинка, игру, которая тоже является новинка, это куб-дуэль для двух игроков или в качестве бонуса там в книжечке есть возможность поиграть одному, ну, а я по традиции и от всей души благодарю вас за внимание, я желаю вам здоровья, удачи, наступления нового, удачного наступления нового учебного года, которого мы все с большим удовольствием ждем, дай бог, чтобы наши дети пришли в классы и увиделись друг с другом и были счастливы от этого общения. Здоровья, удачи, всего самого-самого доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok